Валерия Макарова Валерия Макарова Валерия Макарова Валерия Макарова Валерия Макарова Валерия Макарова Следствию предстоит выяснить, имел ли летчик право на вылет, в каком состоянии находился он сам и была ли исправна машина. Ан-2, или как его называют «кукурузник», легкий одномоторный многоцелевой самолет. Производился с 1949 года. Много раз модифицировался. Предназначается как для перевозки пассажиров и грузов, так и для авиационно-химических работ. На сегодняшний день в России более тысячи машин подобного типа. Когда был выпущен упавший в поле недалеко от Марьевки, сейчас также устанавливается. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Картину событий 40-х годов восстанавливала и наша съемочная группа. Именно так начинался очередной рабочий день экскаваторщика с 11-летним стажем Виктора Краснова. Ничего необычного. Плановая работа по раскопке траншей, где должен был пройти газопровод для нового микрорайона. В какой-то момент ковш наткнулся на что-то твердое. Через несколько секунд вся бригада рабочих буквально опешила. Копал транши просто. Обычный рабочий день. Копал, чувствовал, что-то попалось. Даже представить не мог, что это самолет, но вот сколько работаю, таких находок еще пока не было. Одной из первых находок стали фрагменты фюзеляжа самолета. Затем откопали двигатель и останки пилота. Его личность пока не установлена, но уже есть пару зацепок. Вместе с документами на самолет среди личных вещей летчика в нагрудном кармане гимнастерки была найдена телеграмма, адресованная Черкасскому Ивану Михайловичу. В ней сообщается, что Клава тяжело больна и мужчину просят срочно приехать домой. Телеграмма получена 17 июля 1942 года. Документы и останки изъял Следственный комитет и вскоре их отправят на экспертизу. В настоящее время следственным отделом по городу Новокуйбыш проводится доследственная проверка. В ходе доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, а также давности установления смерти пилота. Предварительно трагедия с найденным Ил-2 случилась в декабре 1942 года. Этим же годом отмечен и найденный на месте крушения пропуск на Самарский завод «Прогресс», где самолет был изготовлен. На летчика указывает только один документ. Это пропуск на завод под номером 370, на котором неплохо относительно сохранилась фотография. Тут задача сейчас уже лабораторных анализов, экспертиз подтвердить различными методами. Установить имя и вернуть это имя летчика-пилота – это, наверное, самая главная задача. Среди документов, найденных на месте крушения самолета, есть и летное задание, в котором говорится, что Ил-2 следовал от Безымянкина аэродром «Кряж», где как раз формировалась эскадрилья для отправки на фронт. Но это еще предстоит уточнять. Одно можно сказать совершенно точно – самолет и двигатель были изготовлены в 1942 году в Самаре. И с момента выпуска машина пролетела считанные километры. Об этом говорит хорошее состояние металла. Несмотря на то, что двигатель весь в глине, на нем практически нет коррозии. В земле самолет пролежал больше 70 лет. Сейчас его обрабатывают специальным маслом и запаковывают в пленку для консервации. А на месте продолжает работать поисковый отряд «Сокол». По словам специалистов, это первая подобная находка в Самарской области, куда в ноябре 1942 года из Воронежа был эвакуирован завод номер 18. В Самаре на нем изготовили более 25 тысяч Ил-2. Штурмовик еще называли «летающий танк». Именно такой с 1975 по 2015 год стоял на постаменте в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Эта неделя прошла и под знаком космоса, конечно. 55-ю годовщину полета Юрия Гагарина Самара отметила по-настоящему масштабно. На площади Куйбышева 2016 студентов выстраивались в буквы. С высоты земной орбиты их снимал самарский спутник Ресурс-П. В это же время перед музеем Самарокосмической горожане присоединились к всероссийской акции Роскосмоса «Подними голову». Вместе с самарцами День космонавтики отметили и наши корреспонденты. Первый космический флешмод прошел в 2011-м. Тогда на площади добровольцы выстроили фигуру «Самара Космос 50». Сейчас на площади уже 2016 человек. Мы спросим, в каком они настроении? Девушки, как настроение? Отлично! Все супер! Расскажите, как долго готовились к сегодняшнему мероприятию? Ну, наверное, неделю точно готовились устраиваться в эти буквы. Ну, в общем, все супер! Перед тем, как выстроиться в огромные буквы, добровольцы запустили в небо сотни воздушных шаров. К космическому флешмобу самарские студенты готовились больше месяца. Репетировали по несколько раз в неделю. Труд даром не прошел. Участники флешмоба четко выстраивались в буквы. С высоты почти в 500 километров спутник «Ресурс П» снял надписи «Самара 55 Космос», «Россия 2016 Космос» и «Самара 2018 Футбол». Флешмоб проходит не только на площади Куйбышева. Мы находимся около музея «Самара Космическая». И здесь несколько сотен школьников уже готовы поднять голову вверх и улыбнуться космосу. И отпустить вот такие шары с символикой Гагаринского года. Это всероссийская акция. То же самое сейчас делают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России. «Самара» присоединилась к акции «Роскосмоса. Подними голову». На площади возле музея «Самара Космическая» появилась инсталляция с пусковой кнопкой. От ее нажатия ракета, конечно, не взлетит, но специальный счетчик покажет, сколько самарцев здесь побывало. Рядом проходит показательное выступление авиамоделистов и шоу воздушных змеев. На сцене зачитывают послание потомкам. Его поместят в капсулу, открыть которую должны на столетие полета Гагарина. И кульминация праздника – в небо улетают 3000 шаров. Желание быть первым, оно, наверное, сподвигло нас на очень многие подвиги. Все пилотируемые аппараты, которые сегодня взлетают, они взлетают именно благодаря самарцам. Потому что в Самаре сегодня делают все самое лучшее. Ко дню космонавтики подарок ждал и филателистов. Вышла в свет специальная серия почтовых карточек и конвертов в честь 55-летия полета Гагарина. Сегодня на РКЦ «Прогресс» их гасили уникальным штемпелем с изображением ракеты. Свой автограф оставил и ветеран ракетостроения Николай Иванович Казаков. Он один из тех, кто помнит, какая атмосфера была в стране в апреле 1961 года. Весь народ ликовал. Это был праздник. Люди друг друга обнимали. Радость была, ну, как вам сказать, выше края. Таких космических карточек в Самарской области всего 300 штук. Конвертов больше 100 тысяч. Валерия Макарова, Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов. События. А вот те, для кого День космонавтики – праздник профессиональный, отметили его в рабочей обстановке – на испытаниях ракетного двигателя РД-107А. Коэффициент его надежности – знаменитые три девятки – 99,9%. И вот парадокс. Одни из самых надежных двигателей мира по старой традиции перед стартом поджигают спичками. Какими, рассказал мне на полигоне один из старейших испытателей. В 300-тонную космическую ракету в небо поднимают четыре таких двигателя. Но перед этим каждый из них проходит так называемые огневые испытания. Все как на настоящем запуске, только без ракеты. А поджигают современные двигатели по старинке – спичками. Сюда поступают кислород и керосин. Ну, под давлением. Их надо поджить чем-то. А сюда вставляются палки. Палка. На конце этой палки пиропатронность. Вот на них подается напряжение, они загораются, поджигают. И когда начало там горение, эта палка выбрасывается. Поэтому и горят спички – палка. Откройте рот, заткните уши. Это первый совет, который вы услышите, если попали на испытания ракетных двигателей. Сегодня зрителей необычно много. Это сотрудники заводов «Прогресс» и «Кузнецов». На одном строят ракеты, на другом – двигатели к ним. Попасть сюда, на закрытый полигон, для многих – большой подарок ко дню космонавтики. Сирена означает минутную готовность. На стенд начинают подавать воду для охлаждения. Скоро температура там превысит тысячу градусов. Двигатель, который только что прошел проверку, встанет на первую ступень ракеты-носителя типа «Союз». Технология его создания отработана до мелочей. Свою историю эти двигатели ведут еще с 50-х годов. Гагарина на земную орбиту доставляли тоже они. Те трудовые подвиги, которые были совершены в свое время, благодаря которым город стал индустриальной столицей Поволжья, стал ракетно-космическим центром нашей великой страны, они продолжаются. И есть прекрасные перспективы, что череда этих подвигов никогда не кончится. Сегодня самарские ракеты с самарскими двигателями стартуют с трех космодромов планеты. К открытию готовится еще один. 27 апреля. Самарский «Союз-2.1а» отправится на орбиту с космодрома «Восточный». Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. От новостей космических переходим к делам земным. В ближайшее время в Самаре на маршруты выйдут 10 современных трамваев и столько же троллейбусов. Работа по обновлению парка пассажирского транспорта набирает обороты. До конца года придет еще одна такая же партия. На презентации нового подвижного состава побывала Марина Матвейшина. Трамвайное депо полно новой современной техники. Всего несколько лет назад водители трамваев и троллейбусов могли о таком только мечтать. А сегодня получают ключи от нового подвижного состава. Троллейбус нового поколения Алексей Тишин обкатал без пассажиров и уже оценил все преимущества. При форс-мажоре, если вдруг в проводах отключат электричество, машина сможет проехать несколько километров на аккумуляторе. В управлении легче, мягче идет по дороге, чем старые троллейбусы. Водители трамваев также в восторге от новых вагонов. Все они низкопольные и оборудованы кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Три камеры салона и наружные камеры. Три штуки включены. Это удобно при скоплении машин. Это ты можешь посмотреть, как прошел вагон, хорошо, нехорошо, не задели ли кого-то, стоит ли кто-то около вагона. Если идет посадка, высадка пассажиров, бывает так, что в зеркалах не все можно увидеть, есть мертвые зоны. И вот по камерам больше можно обзора получить. Десять новых троллейбусов и столько же трамваев выйдут на маршруты уже в ближайшее время. Сегодня их презентовали первым лицам. И это не все обновки. Только в прошлом году в Самаре закупили более сотни троллейбусов и автобусов. А вскоре в город приедут еще порядка двух десятков единиц машин. 63-й регион вообще лидер по обновлению общественного транспорта. Одна треть всех субсидий из федерального бюджета получила именно Самарская область. В этом году придут, еще в 2017 году будут приходить. И я думаю в 2018 году еще чемпионату мира мы успеем закупить дополнительно. Основные маршруты будут точно закрыты. Предстоящему Самаре-Мундиалю планируют закупить и трехсекционные трамваи. Один уже прошел тест. Это белорусская метелица. А усть-катавский состав еще пока сдает экзамен. В очереди уральский трамвай. После того, как выберут лучшую модель, по самарским рельсам будут курсировать 10 суперсовременных трамваев. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Обновляется и историческое лицо Самары. Так называют новый мемориал на площади Славы. Работа над комплексом «Гордость, честь и слава Самарской области» вступает в новую стадию. В начале мая горожанам представят содержание каменной летописи региона. О чем она будет, расскажет Инесса Панченко. Здесь не было ничего. Ни монастыря, ничего. Здесь была инфекционная больница. Геннадий Сарычев – легенда самарского футбола. В районе площади Славы живет с 61-го года. С этой горы с женой когда-то катались на лыжах, сегодня гуляет здесь с правнучкой и наблюдает за тем, как идет реконструкция. Что касается всех этих прелестей, которые будут, конечно, хорошо. Это история. Мемориальный комплекс на площади Славы должен увековечить основные события истории региона и рассказать о выдающихся земляках. Стелла включает в себя 20 тематических ниш. Над их содержанием трудились историки и архивисты. А прошлым летом оно было вынесено на всенародное обсуждение. Рабочая комиссия учла все замечания. Были собраны дополнительные мнения экспертов, предложения. Эти предложения были обобщены. И на сегодня мы можем сказать, что, в принципе, мы готовы говорить о том, что мы имеем контент, который необходимо на этой стене воплотить уже каким-то художественным образом. Стена Славы, как называют ее авторы проекта, станет настоящей энциклопедией региона и гордостью земли Самарской. Здесь запечатляют имена всех, кто ее создавал, строил, кормил и защищал. И в этом огромный воспитательный момент. Мама, приведя сюда своего ребенка или дедушка-внука, увидев имена, фамилии, смогут что-то рассказать новому поколению о судьбе нашей области. И, безусловно, как несколько раз я видел, детей из детского сада приводят к вечному огню, это будет новое место встречи детей, молодежи и взрослых людей. Содержание некоторых ниш будет пополняться. Появятся новые герои, произойдут важные события. Волжский склон ждут и другие грандиозные изменения. Здесь будут фонтаны, газоны, амфитеатр. Но и сегодня на смотровой площадке всегда многолюдно. Вид хороший открывается, нам не очень нравится. И, конечно, поэтому приводим сюда, гостей города, что-нибудь показать. Вот ждем, когда и эту территорию будут тоже использоваться. Ну, какие-то общественные пространства. Информационные баннеры можно будет изучать в течение всего лета. Параллельно начнется творческий конкурс на лучшее визуальное оформление их содержимого. По итогам победитель сможет воплотить свою идею в металле, бронзе или мраморе. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События. Реконструкция ждет и ряд других знаковых для Самары объектов. Фабрика, кухня, цирк, Самарт и в том числе знаменитый дом с атлантами. Побывав в усадьбе Шахабалова, губернатор Николай Меркушкин провел дополнительные консультации с Министерствами строительства и финансов. После чего принято решение внести корректировки в бюджет. О реконструкции, которая получила шанс на завершение, репортаж Ларисы Шалафаст. Вот это комната сейфа. Вот такая вот огромная дверь. И вот так вот закрывались сбережения хозяина. Здание усадьбы Шахабалова – памятник федерального значения. Уже несколько лет находится на реставрации. После ремонта здесь планируется разместить выставки и экспозиции картин Самарского областного художественного музея, а также организовать фонды хранилища. Общая стоимость ремонтно-реставрационных работ музейного комплекса составляет почти 300 миллионов рублей. Из них 137 уже потрачено. Выполнена часть отделочных работ внутри и снаружи здания, реставрация паркета и элементов декора. Интерьеры восстанавливаются именно таким образом, как они были при хозяине, при Шахабалове. Восстановлена и сделана по местам реставрация вот этого живописного фриза. И по воспоминаниям здесь вот висели картины художников. В прошлом году контракт с подрядчиком расторгли. Часть жителей, у них квартиры располагаются в одном из корпусов усадьбы, отказались приезжать, поэтому проект реконструкции скорректировали. Общая стоимость завершения работ составляет почти 150 миллионов рублей. Для выполнения первоочередных задач нужны 50 миллионов. На них должны завершить монтаж системы отопления, заменить окна и двери. Глава региона подчеркивает, первоначальные средства на продолжение реконструкции выделят из областного бюджета. Хорошо, мы тогда посмотрим, хоть бюджет он уже сверстанный, когда мы можем вот этот шаг сделать. Умеется шаг, были на эти цели деньги. Тем не менее посмотрим. Там бы на этот год просили примерно 50. Завершить реставрацию усадьбы собираются в 2018 году. На контроле губернатора реконструкция и других знаковых объектов. По поручению главы региона дополнительные средства будут выделены на реконструкцию и строительство еще трех объектов культуры. В бюджете предусмотрят 100 миллионов рублей на строительство второй очереди театра Самарт. Это позволит уже в сентябре открыть второй театральный сезон с современной сценой и новым оборудованием. За два года область также намерена полностью выполнить обязательства по софинансированию реконструкции здания фабрики кухни. Кроме того, губернатор поставил задачу проработать возможность выделения из областной казны 100 миллионов рублей на реконструкцию Самарского цирка. Лариса Шалафаст, События. Честь региона в руках молодых специалистов. 26 студентов техникумов и колледжей Самарской области на этой неделе отправились в Саранск на окружной этап конкурса профмастерства. Парикмахерское искусство, поварское дело, промышленная автоматика, юные мастера участвуют во всех компетенциях. В добрый путь молодых профессионалов отправила и Алина Чемерес. С доблестью вам надо выступить, ну а со славой мы вас здесь уже приедем. Давайте. Знамя Самарской области молодые профессионалы обещают пронестись честью. Те, кто сегодня отправляется в Саранск на чемпионат Привозского федерального округа лауреата региональных соревнований. 26 участников, с каждым из них наставник. Свою работу юные специалисты знают на отличном. От ремонта и обслуживания автомобилей до поваров и кондитеров. То есть все компетенции, которые есть, мы охватываем. Электромонтаж, дизайн интерьеров, столярное дело. На чемпионат в Саранске соберутся полторы сотни участников из 14 регионов ПФО. Победители поедут на финальный этап соревнований в Московскую область. Попасть в число лучших самарцам помогут упорство и сосредоточенность. В стрессовой обстановке, да, придите в себя, не надо каких-то внутренних метаний, успокоиться, досчитать с 10 до 1 и спокойно начинать делать то, что вы знаете наверняка, то, что вы умеете. А если даже что-то не знаете, то ваши базовые знания вам позволят добиться того результата, который необходим. Молодые мастера, получив напутствие, сразу отправляются в дорогу. В Сарансках доставят на автобусе. Соревнования профмастерства на уровне ПФО стартуют 13 апреля. До этого времени ребята будут осматривать площадки, тренироваться и слушать инструктаж. Самарская делегация настроена только на победу. Алина Чемерев, Дмитрий Мешканцов, События. Отличились и самарские дворники. В эти жаркие для коммунальщиков в дни генеральной уборки они не только трудятся в усиленном режиме, освобождая город от мусора, но и успевают следить за правопорядком. Благодаря мужеству пятерых сотрудников ЖКХ удалось предотвратить ограбление в Самаре. О подвигах рядовых дворников. Репортаж Ларисы Шалафаст. Шакал я паршивый, все ворую, ворую. Че ты воруешь-то? Вот на шухере здесь сижу. А? Украли уже? Ну я пошел. Эй, эй, а ну погоди! Стой! Самарские дворники такой ситуации не допустят. Они и улицу подметут, и преступников вовремя сдадут куда следует. За 16 лет работы, признается Любовь Косинова, ей впервые пришлось задерживать воров. На прошлой неделе она была свидетельницей ограбления. Молчать не стала, позвонила в полицию. Участковый приехал, мы сели на машину с ним и стали объезжать, в общем, искать их везде. Где стройдом? Магазин. Там стоял железный вагончик. Из этого вагончика вышли двое, которые грабили. Вот прям по горячим следам поймали. Пойманные воришки уже были судимы. Впрочем, Любовь Косинова не единственная, кто оказался свидетелем ситуации. Еще четверо самарских дворников проявили бдительность, и вот теперь награда нашла героев. Дворник – профессия рабочая, поэтому и подарки им нужны практичные. Не какая-нибудь там медаль, которую на стену повесил и забыл. А вот термос. Улицу подмел, чай попил. Красота. Подарки героям вручили в торжественной обстановке. На каждом именном памятном термосе есть гравировка за мужество и активную гражданскую позицию. На самом деле не распространяется на них задержание и выявление преступников. Могли бы просто-напросто отвернуться, и как будто ничего не было. Нет, они повели себя совершенно противоположно и помогли по горячим следам раскрыть данное преступление, за что им огромное спасибо. Для нас это необходимо, потому что основная работа нашей деятельности – это работа с населением. Чем больше будет у нас информации, тем будет лучше порядок на территории вообще Самарской области и вообще России. Почивать на лаврах дворникам некогда. Все-таки месячник по благоустройству в разгаре. Все подразделения управляющей компании трудятся в усиленном режиме. Нужно привести в порядок все дворы и улицы до 1 мая. Поэтому после награждения дворники снова на боевом посту. И бдительности не теряют. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Вот такой запомнилась нам прошедшая неделя. Хороших выходных. Увидимся в следующую субботу. Суббота. Суббота. Суббота.